Баклажаны. Традиционный способ посева семян. Хоть баклажаны и считаются довольно капризной культурой, при правильной агротехнике можно получить стабильный урожай семеньких. Начинать же, конечно, необходимо с рассады. Сею баклажаны так же, как и перец в феврале. Вначале необходимо определиться с выбором семян. Я предпочитаю выращивать скороспелые и среднеспелые гибриды. У них высокая урожайность и хорошая отдача. Но все зависит еще от вашего региона проживания. У нас от позднеспелых урожая можно не дождаться вовсе. Способов посева семян очень много. Огородники придумывают все новые и новые. Сегодня я хочу познакомить вас с самым простым, который меня еще ни разу не подводил. Сеять буду в рассадные ящики. В качестве их использую тетропакеты из-под сока. У них отличная прочность. Нравится еще и тем, что отрезая не до конца верхнюю часть, получается крышка, внутренняя часть которой хорошо отражает солнечный свет и сеянцы после всходов получают дополнительное освещение. Перед использованием емкость хорошо промываю, наполняю грунтом, оставляя бортики 2 см. Грунт все тот же покупной биогрунт для рассады с добавлением перлита, вермикулита и древесной золы. Обязательно проливаю раствором фитоспорина. Слегка уплотняю, делаю бороздки глубиной не более 1 см и раскладываю семена. Баклажаны тоже не любят пикировку, поэтому сею их не очень близко друг от друга, чтобы потом методом перевалки аккуратно пересадить в индивидуальные стаканчики, не тревожа корень. Опрыскиваю семена раствором эпина или циркона, засыпаю грунтом, увлажняю сполилизатора, закрываю пленкой и убираю в теплое место. После того, как рассада взойдет, ставлю ее на подоконник поближе к окну, где попрохладнее. Более низкая температура 15-17 градусов поможет укрепить корневую систему. Через две недели температуру повышаю, переставляя емкость ближе к батарее. Поливаю баклажаны не чаще одного раза в неделю отстойной водой комнатной температуры. Иногда добавляю 1-2 капли йода для беззараживания и дополнительной подкормки. Главное не спровоцировать появление черной ножки. Первую подкормку даю через неделю после появления всходов раствором кристаллона для стимуляции корневой системы. Второй раз подкармливаю кемирой для стимуляции вегетативной системы. Как видите, вырастить здоровую и крепкую рассаду синеньких несложно. Главное соблюдать эти простые правила. Удачи вам и хорошего урожая! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного.